Ну, мы возмущены с тем, что происходит. Ну, кто-то же пользуется этим водоемом. Вот, не только черпайте его. Те органы, которые должны охранять, очищать, защищать, ну, не получайте зарплату. Ну, хоть раз пройдите по этой тропе, по которой мы сегодня шли. Ну, может, кто-то чулки какие-то затяжку сделает, может, кому-то кого-то что-то укорит. Коля, я батьке предлагал пригласить чиновников искупаться на нашем берегу, на нашем, именно на нашем. Вода поднялась, вот здесь вот цветы садят. Ну, Марина, как бы, вот этот участок, трость здесь росла. Она ее, не, она ее, это самое, вырывает эту трость. Да, наши берега не поднялась. Да, наши там берега вообще ужасно. Но, вот, посмотри на камни. То есть, такими черными никогда камни не были. Это вот они, последние, ну, как бы, вот эти все. Камни были всегда вот такие, как возле берега. И те вот дальше, они такими же были. Вот, эти, которые возле берега, их промыло волнами. А вот те, они так и остаются. Всегда вот такое. Всегда было такое, да, бережок, да. А тут, вот она, чернота. Ну, я так думаю, как бы, я смотрю, там что-то очистилось, да. Вот сюда, если машин пять земли, песка всыпать, и тогда что-то станет лучше. Коля, подходит все ты местом. Е, я тихо про себя. Я молчу, вот, совсем. Я говорю, вот, о чем, о чем говорю? Чтобы с Коля приходим, как вот берег, который называется наш. Наш. Наш, наш, Коля, наш. А вы знаете, мы не знаем, но я знаю. Ходили вдоль берега. И вот мы подходим, мы входим на то место, которое у Николая Николаевича называется наш дыр. Наш-то. Да, он немножко, в такой, в такой, в такой форме. В этом растении даже. Как извините, как извините, как извините. Просто напросто. Вот видите, эту березу. Когда-то солян, ну, ее не задорно. И как же здесь растение было, он взял дерево, посадил Посадил ее Посадил, посадил Здесь был пляж Рубника, просто нет За все откровенности, можно сказать Вот это дерево, это ее польза Да Ну, ему не 50 лет, но... Меньше, Коля, да Да, да, да Вот это твое дерево Это мое дерево Никто не спорит Никто не спорит Смотри, сосоночка Это тоже моя, одна из моих Да, да, да Я там сажал, не выросли А здесь одна прожила все-таки Одна из всех И вот, если сказать честно, откровенно Вот это Да, вот тот берег, которым Коля всегда Да Страшно, да Страшно, да Загорали, да А вот он такой Я Сколько сил вложил И мама там И все помогала уже потом Здесь же Старушка эта тащит Эти самые Ведрами мы черпали Вилками все Ну, мы не смогли Мы не смогли отстоять Потому что силы Ну, у нас не было столько сил Вот, да Это вот дорога Дорога жизни Да Через дорогу Коля Вот здесь вот Где ручей Я посадил Черемшу Да дальше Не, вот эту Грязь эту Я точил Черемшу Наверное здесь разрастется Да Ты внукам скажи Что если тут разрастется Черемша, да Пусть они приходят Ломают ее Мы не успеем с морской Приехать Как ваши белорусы Не, Славка сказал Что где-то Где-то здесь В этих Мязинском районе Растет черемша Но ее запрещают Добывать Вот он Да А вот эта речка Она была Заросла все Вот я ее прокопал И поэтому За счет этого Вот Осушается Хоть как-то Это я ее Прокопал эту речку А вот Раньше вот здесь И потом там Да, да Две речки Было И это было Заросло вообще А я еще застал Когда здесь Здесь Там Пискари Даже Пискари Да Заходили По-нашему Крумли Крумли, да Я вот ее тут Выкопал, да Но она живая Да Ну а вот джунгли, да То есть Те Те Луга Которые При Хрущеве Да Коля Может быть даже Левее лучше идти Потому что тут Может быть топка А вот там Можно Да, да Можно пройти Да Потому что Выросли вот эти джунгли Непроходимые Это не Не лианы Которые там Можно этим Длинным ножом Рубить А здесь же деревья Как их срубишь Там камера у нее Мы с Ирина Юрьевна Приезжали Да И лодка была здесь Вот здесь Вот была лодка Просили ключ Она давала ключ Этот Да Вот она была Вот к этой железке Привязана Да И это вот было А сейчас вот тут уже Смотри какие Берег Вырос Это выросло Да Все выросло Ну так кругом тут вот Мы Мы почти в лесу С тобой находимся Коля В джунглях Да Смотри Посмотри Это вот Сюда Это уже элемент джунглей Уже лианы Пошли лианы Да И тут Лодка цеплялась Тут всегда Вот Зарецкие лодки стояли Ну Часть Вот из них Вон там Что-то лежит Мы В родных На родных Берегах Но В джунглях Ну Что ж Сколько лет назад Я приехал И не знаю Уничтожили их Нет Появились бобры Они Они там дальше И вот Они ородуют дальше Они еще сюда не добрались Но придут Были Бобры Да ты что Не Коля Ты посмотри Нет Нету следов А бобры Оставляют Зубами Следы Так вот Если мы дальше пойдем Ты увидишь Потому что им Ольха ничего не нравится Им нравится Осина Почему-то Осина Тростями Да Которые рыбачили И А теперь У меня Для рыбалки Да Осталось Вот это Только место Я прихожу сюда Вот сюда Прямо На берег Я не захожу В воду Не надо На закидушку Я далеко забрасываю Да Ну у меня два поводка На крючке Вешаю Гайка Два поводка выше Червя И окушки И ловятся Не хватает Только так Ну вот это место Осталось Только чисто Вот здесь Вот на этом месте Здесь когда-то Росла рожь Да Назывался Участок Картошку Сажали Когда-то мы были Пятый или шестой класс Окучивали Окучивали Что деньги зарабатывали И деньги Потом Потом Вот когда я В 68 году Поступал Вот здесь Росла рожь Чтоб никто не мешал Никто не приставал Я приходил в эту рожь Открывал эти Учебники Учебники Так штудировал И вот извините Что Так получилось Что Вот именно Не то что В школу ходил Да я благодарен Школе Но Вот последний Рывок Вот Именно На этом И дальше Пойдем Так Объясняю цикл Один Враг Дамбы Второй Враг Что здесь вот Запретили посадки Все Здесь было открытое поле Да Здесь Ну такое Оно Песок такой вот Зернистый Водой Смывало этот песок Вот сюда Он трепыхался И чистил эти камни То есть Коля Это один Ну это природный цикл Который нарушили Запретами Парками Там Я не знаю Какой ему Тотой Но Но человек Начал Губить Это озеро И Собственно Загубил Вот Из Благих Намерений Вот этому дереву И вот этому дереву Тоже где-то Лет Да Да Оно наверное помнит нас Еще очень маленькими Что мы будем рыбачить Когда у нас Экскурсия Ну Справа джунгли Непроходимые уже При том что дальше лес И лес вроде бы неплохой Но лес сам по себе Он сам наводит порядок Но вот эти кусты Которые Кто-то насадил И как-то Да Это кошмар То есть Что вот Первое Это их убрать Чтоб вообще Как класс Они исчезли Вот Вот Раша На елках Такой лес Такой лес Да И вот Кто мог представить Что здесь Когда-то Обыкновенное поле На котором Рожь Там Картошку Да Все здесь росло Сейчас трудно представить Это еще раз Какие мы с тобой древние Да Может быть Хорошо Мы Наполеона не застали Да Ну Это Небольшенькие Собор Какой-то заплыл Может Приходится Потому что Наше место Наши тропы Заняли Вот эти вот Джунгли Кем-то посаженные Вот здесь был осинник Да А сейчас Напоминание об этом осиннике Эти островы Этих деревьев И вот Эти Вот где Бобры поработали Дело в том Что их видно Этих бобров Выжили Вывели Это 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 Я не знаю В какие годы Я туда добирался Когда они гуляли Тут разгудья Ну Свежие И тогда я тоже Ну как-то возмущался С одной стороны Появилась Как это Живность такая Но с другой стороны Вот так вот валяется Так Коля Посмотри справа Все Все осины Да А здесь был осинник Это был вообще бы осиновый лес И где грибы собирали А сейчас он вот лежит Моя жена Ирина Юрьевна Да Однажды туда пошли Ну то Ну тогда штропинка Да Пошли Раз Под осиновик Под осин Да Здесь росли под осиновики А куда собирать Сначала вот так Не юг Вот он Вот такой Потом Кофту снимаю И мы Этих Покуда дошли Да вот кладбище Покуда дошли до кладбища Вот Вот Столько Одних Да Красноголовые Они до сих пор будут Ну когда грибная пора Они здесь будут Но К сожалению В Литве Бобер Объявлен Вредным Животным Да Его Разрешено Стрелять Убивать Травить Что хочешь Вот А в Белоруссии Это бобер Охраняемый живот За него там штраф там Ё-моё Нет Нет Коля И сколько стоит Вот эти Выросли деревья Всё И какой-то Какие-то Эти самые Твари Пришли Всё сгрызли Поломали И их ещё Защищают То есть это Это Людивое Наталье Да Да А тут же Идёшь в этой самой Ну уже начинается Как бы в зарослях Трава не растёт Хорошая тропинка Всё А сейчас Всё Этого нету То есть Нету этих деревьев Весь Осиновый лес Бобри Уничтожили Телеком Со школы шли Ну в мае Уже месяц был Наверное И Ну вот как всегда По озеру И опускаешься Там Камни Ну да И там Плотваны Не растут Да В камнях Руками Да Руками Если люди Выставляют Вот это видео Только Только своё На всеобщее Обозрение Не-не-не Я не буду Правительство Ну Скажи Давай ещё Давай ещё Не-не-не-не-не Это не товарищи Это не товарищи Это враги Олимпийским чемпионом Вдруг получаю Какой-то Ну гонорар Или что такое Когда можно Эти деньги Пустить Ну на благородину Я конечно Буду Ну если вы этим Занимаетесь Даже эти центы Мне получится Я вам Для вашей зарплаты Не дам Потому что посмотрите На наш берег Ну так Мы Идём По родной земле В джунглях И думаем Может мы В Тайланде Там Или ещё Где-то Где ещё Джунгли Остались А мы В Белоруссии Возле Жемчужины Да Где-то вы защищались В Финляндии Да В Минжатской области Валоводской области Ну Друзья Ну Вот наша жемчужина Да И да Вот она Наша жемчужина Ну Коля Я так же Да Ну Всем Это На всё Наплевать Потому что А фактически Это предательство Вот получается Вроде бы защита чего-то А на самом деле Предательство Вы знаете Я Склонен Ну За свою жизнь Ненормативную Где-то Да Ну Вы знаете Я не могу Я не могу Я не могу Пройти не можем Лежать на берегу Эти самые Наши осинки Да Бедные Как они Им тяжело было здесь Расти Вырасти Стать лесом И Как их Тут Безобразно Да Какие-то твари Типа Бобров Охраняемых Оберегаемых Молодцы Литовцы Они Бобров Они Уничтожают лес И И Делают плотины Как бы там Подтапливают местность И Литовцы И Объявили их Вне закона И Можно Убивать Вешать Нет Коля Вообще-то кошмар Да Как бы Это не счастье Большое Что Наш лес Осиновый Который Здесь рос Одни Дураки Придурки Вот засадили Этим Какими-то растениями Искусственными Которые здесь Никогда не росли Превратили в джунгли Доступность Да А другие Вот Допустили Что Бобры Уничтожили лес Но Коля Это Величайшая глупость Что В Белоруссии Ставят Природу Лес Уток Это все Выше человека То есть Этого делать Нельзя Ни при каких Обстоятельствах С этим погрызом Это произошло Не сейчас Не сейчас Ну Потому что они все Перегрызли Ушли в другие места Никто их уничтожил Я думаю что Они грызут В других местах Продолжают Но дело в том Что последствия Надо как-то убрать Ой Хули мы пройти не можем Сюда даже доехать Добиться Да Потому что национальный парк Это Наверное Самое страшное явление Которое Которое Существует В этих краях На этих территориях На этом озере И на этом земле Национальный парк Я ветеран Трохуэй Ну Везде побывал Видел Ну Всяк Не буду рассказывать Ну С Москвы Приехать За тысячу километров Чтобы увидеть Такое Ну На родине Да Ха-ха-ха-ха-ха Вот Вот в чем Да Мы не будем же Александру Виргоровичу Обращаться Обратить А бесполезно До него никак не настучишься Там Столько клерков По дороге Взаимосвязанных Да Что они Никогда не про какой Вы за что-то получаете деньги Ёгг Никогда не про какой Ситуации Эти клерки Не допустят До тела Непосредственно Чтоб Ну Объяснить ему Что он творит Пусть он отменит Это снимет Эти указы Все Жили Все было нормально А я Стой Коля Я Я против Вот этой Рекламации То-то-то-то-то Я говорю Именно Про озеро Нароч Коля В девяносто девятом году Был подписан указ О создании Национального Парка Нарочанский Вот этот Нарочанский край И в девяносто девятом году Загрязнили озеро Появились Тиркары Именно в этот год Когда подписали указ А ты в купе был Какой у них офис Обалденный Офис я не знаю Но В купе тоже мазки Боятся купаться там И все Вот Но Именно в девяносто девятом году Циркары Этими Заразили озеро И это Ну как бы Я абсолютно Испытал это все На себе Оказывается В девяносто девятом году И подписали Указ Был подписан О создании Национального парка Ну значит Кому там Жизнь И Вся Вакханалия Которая творится Под эгидой Национального парка Это Ну Во всяком случае Как для нас Родившихся И Живущих Это считающих Родиной Вот Озеро Нарочи Тибирига Пасынки Всякие Это Вакханалия Да То есть это Национальный парк Это Самое страшное Что Напасть На наш край На это озеро На все То есть Более Ну Более страшной Участи Или Вот Последствий Ну Наверное Ничто бы Не оставило Вообще Не надо было Ничего трогать Сеяли Пусть сеют Росли Пусть растут Течет Речка Пусть Течет Зачем Вмешиваться А потом Что-то Охранять Сохранять Восстанавливать Одного бы Витя поставили Каким-нибудь Вечником Один Витя Зарецкий Навел бы здесь Порядок Наверно Ну Вот Такая жизнь Может быть Поймал Две рыбинки Две рыбинки Две рыбины Но Но В этот момент Выросло бы 5 Или 10 И всем бы Хватило А мы тут Идем Джунги Ё-моё Это Только Звериная Ой Ну Вот Кто-то тут Чуть-чуть Устроил чистку С одной стороны Как бы Варваровский метод А с другой стороны Хоть подгорело Все остальное И в принципе Эффект Положительный На лице Да Ну Какие-то Вот Что-то Что-то Погорело Но Да Мы все Большие противники Этого Но В этом районе Да Кто-то Этим пожаром Устоил чистку Которую Должна производиться Какими-то Властями Невластями Тем-то Вообще Не допускаться А он просто Вот Почистил листья Сожжены Территория Да Очищена В принципе Осталось Бурелом Тут подобрать И все будет В лучшем виде И поэтому Когда там Ну все возмущаются Что вот там Кто-то поджег Лес и все А я думаю Что Хоть кто-то Да что-то сделал Ну Может быть Это Имя Этому Кто-то Огонь Ну хоть огонь Сделал Это за людей Что вот Мы идем Вроде бы Свободно Вот А так Либо спотыкались Об листья Корни А так Их нет Вон там Кладбище Ну Огонь прошел Мимо кладбище Не за Дошли до скаметки Уважаемые люди Друзья Товарищи Те Которые Будут смотреть Этот фильм Вот Если Он будет смонтирован Если Он будет смонтирован Вот мы Два Пацана Пацана 51 52 Года Рождения Которые Жили Выросли На этом берегу Которые Ну Помним До каждого Камня До каждой Кочки То что было Не то что Это Это история И вот мы прошли По тропе Вдоль Нашей родной Нарочи И дошли До кладбища Куда Где Было Ну Запланировано Это Радоница Сами понимаете Что такое Радоница Мы всегда стремимся К могилам наших предков Наших родителей Наших друзей И вот мы пришли И показали вам Да Здесь Сельсовет Или Райсовет Еще что то делают Чуть Вот это На кладбище Да Подстрижен А вообще А вокруг Если посмотреть Ну Когда мы шли Вы же видели Что Что здесь Творится Поэтому Ни к совести Ни к чему Не призывая Ну Просто посмотрите Если когда нибудь Вот это видео Дойдет Или Этот фильм дойдет До вас И вы это увидите Очень жалко Что мы не называем Никакие фамилии Ничего Мы сами Постоянно здесь не живем Я сюда приезжаю Один раз в год Ходим может Ну два раза в год Чаще 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 И только мы Ну как вам сказать Ну мы возмущены С тем что происходит Ну кто то же пользуется Этим водоемом Вот Не только черпайте его Те органы которые Должны Охранять Очищать Защищать Ну Не получайте зарплату Ну хоть раз Пройдите по этой тропе По которой мы сегодня шли Ну Может Кто то чулки какие Затяжку сделает Может Кого то что то Уходит Ну Будьте добры Я батьке предлагал Пригласить Чиновников Искупаться На нашем берегу На нашем Именно на нашем Все Спасибо Кладбище Это святое Мы там съемки делать Не будем Да 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 не будем Так все Поэтому Вот Сумели дойти до кладбища До черевков Мы не дойдем Не пойдем Не пойдем Потому что мы не дойдем У нас сил не хватит Сейчас пройдем Джунгли там еще круче По кладбищу Посмотрим Поменем всех Своих Кого Вы знали Ну Вокруг все свои Поэтому Еще раз Обращаюсь К тем органам Людям Которые поставлены На Защиту Озера Нарыч Подумайте Еще раз Или Пройдитесь По нашей тропе Вы можете Пройти Со стороны Никольцев и Гатовича Там Где песчаный пляж Там Тоже не пройдешь Уже Тоже Наверное Не пройдешь Коли Я там уже Была Дорога Такая Сейчас ничего нету Дрендрологический Там сад Да Дендрологический Да Тоже 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 Тоже